Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Девочка в 8 лет дружит с одноклассницей, которая постоянно ее обижает и манипулирует поведением. Что делать в данной ситуации? Прекращать ли дружбу? Спрашивает она о нем. Много ответов. По данному вопросу. А сводится все, ну, все сводится в основном, потому что позволять, не позволять, да, то есть прекращать дружбу. Не прекращать дружбу. Вот. Все как-то вот вокруг этого крутится. Вот. Но давайте все-таки проясним. А откуда вы знаете, кто-то знает про своего ребенка? То есть, ну, это вам она говорит, что это происходит. Вы уверены в том, что ваш ребенок правильно интерпретирует происходящее с ней? Это первое. Это первое. Первое, на что хочется обратить внимание. Второе. Что сама девочка чувствует? Ну, в этой ситуации. Собраться с ней поговорить. Что она чувствует? Ну, вот предположим, ей не нравится то, что происходит. А? Ну, если ей не нравится то, что происходит. Вот. А зачем тогда ей общаться с этой девочкой? Вот. Это важный момент. Очень важный момент. Вот не нравится, да, вот не нравится, значит, ребенку вот как общается, как взаимодействовать с ней, ее подруга. Вот. Вот зачем с ней общаться? Вот. Ну, девочка же общается. Или вы считаете, что девочка как-то не понимает того, что ей манипулируют? Вот. Или вы считаете, что ребенок сам разобраться не может? В этой ситуации. Или вы считаете, что ребенок сам разобраться не способен? В этой ситуации. В этой ситуации считаете, что ребенку обязательно нужно направлять? Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, как тогда ей научиться выстраивать отношения с людьми? Мама-то вот не всегда будет рядом. Вот. Вот. Поэтому, мне кажется, что было бы справедливым сначала поинтересоваться у ребенка, что, что вообще она сама не работает. Вот. Вот. Вот она сама чего хочет, ну, в этой ситуации. Как она, ну, скажем так, чувствует себя в этой ситуации. Вот. 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 Именно как чувствует себя. Вот. Вот. Как, как ощущает себя она в этой ситуации. Вот, и если её состояние приземлемо, да, вот, если её состояние адекватно, если ей в целом всё нравится, так зачем тогда, зачем что-то приглашать? Понимаете, в какой момент вмешиваться в жизнь ребёнка, да, вмешиваться в жизни ребёнка, без крайней необходимости не стоит. Это очень вмешает ребёнку вот почувствовать и увидеть, что он сам на что-то способен. Понимаете? Какая штука. А можете ли вы описать вред? Вот какой вред оказывается ребёнку, да, ну вот, конкретно. И как ребёнок сам к этому вреду относится. То есть ребёнок согласен ли с нами в том, что это вред? Или у него другие несколько представлений об этом? И вот здесь интересно. Готовы ли вы принять позицию человека? Так. В таком случае. Если вот у неё, да, вот своё мнение. Такое. Поэтому вопрос. Вам важно, чтобы было так, как вы хотите. понимаете? Ну, понимаете, тут ведь сложного особо ничего нет в том, чтобы вот как-то это поиследовать, да, чтобы как-то вот с этим разобраться. Тут ведь нет ничего сложного на самом деле. Понимаете? Вопрос только в том, хотите ли вы разбираться? Или будем как-то вот сразу, что называется, рубить с плеча. Вот. Вот. Вот на эту тему об этом я хотел бы, конечно, чтобы вы бабы были, ну, как следует. Приспросите девочку, что она может, что она хочет. Вот. Спросите её о том, как вы могли бы ей помочь в этой ситуации. Вот. И хотела бы она, чтобы вы ей помогали. Вот. Вот как-то так. Как сказать, такая история. Какой-то такой момент, я думаю, уместно было бы здесь сказать. Потому что, ну, всё же не вы решаете прекращать дружбу вашему ребенку кем-то или нет. Не вы. Не вы, а сам ребенок. Да. Ребенок может действовать в себе во время, очень важно разговаривать об этом, очень важно выражать ваше беспокойство. По этому, по этому поводу. Вот. Это хорошо и здорово. А если вы будете говорить об этом спорте, ну, что, что вас тревожит. Вот. Потому что переживать за своего ребенка вы можете и имеете полное право. Вот. А вот директивно указывать ему, как поступать в той или иной ситуации в жизни, его жизни, на мой взгляд, нет. Вот. Ну, естественно, опять же, решается вам. Вот. По большому счету. Поэтому вот такой ответ. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится, чтобы дальше решать проблему.